На Колгуеве завершился просчет оленей. Сейчас на острове обитает порядка 500 голов. Об этом доложила вице-губернатор Ольга Старостина на совещание при главе региона. Поиск островного стада оленеводы выполняли при поддержке профильного департамента и с использованием снегоходной техники. Просчет оленей на острове не проводился уже более пяти лет, с тех самых пор, когда на Колгуеве наблюдался массовый падеж животных. С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя. Из них практически все – важенки, 145 женских особей. Первым шагом по естественному восстановлению оленей во поголовье на Колгуеве стал завоз 14 хоров в 2015 году. Просчет оленей на Колгуеве вошел в перечень мероприятий проведения в регионе года оленеводства. Что в принципе позволяет говорить о том, что через полтора-два года у нас восстановится стадо поголовья, которое будет способно для самообеспечения, по крайней мере, населения и учреждения, которые находятся на территории муниципального образования. Поэтому вопрос о том, что в этом году необходимо завозить дополнительно оленей, вот можете посмотреть, необходимо это или нет, то рабочая группа пришла к рекомендации о том, что достаточно поддержать хозяйство у нас этот год и завозить оленей нет необходимости. Кроме этого, Ольга Старостина доложила о положении дел в СПК «Рассвет севера» в поселке Харута. В этом году хозяйство испытывает серьезные финансовые проблемы. Связано это в первую очередь с тем, что в СПК не проводился забой оленей. Порядка 20 миллионов рублей хозяйство задолжало по налогам и другим производствам, а также 4,5 миллиона по заработной плате. Доходов никаких нет. Земля передана в третьи лица ООО «Татком». 26-го по земле будет суд. 26 апреля на контроле юристов АПК, департамента АПК. Ну, говорим о том, что, в принципе, решение будет положительное к пользу СПК. По словам Ольги Старостины, для того, чтобы впредь у оленеводов не возникало таких проблем, в рамках действующего законодательства следует вносить в договоры аренды пункт о том, что олени и пастбища передаются в пользование третьих лиц только с согласия окружных властей. Александр Цибульский предложение поддержал и рекомендовал не затягивать с решением данного вопроса, отметив, что в год оленеводства необходимо уже переходить к практической реализации запланированных мероприятий. Давайте, как будет, сейчас регулярный трех встреч сделаем по этому поводу вместе с экспертами, с основными участниками этого процесса, для того, чтобы нам посмотреть, что за этот год можно действительно в оленеводстве сделать с практической точки зрения. Александра Литкова, Антон Выдарьков, Телеканал Север.